Несмотря на то, что во многих мировых религиях есть представление о душе и загробном мире, в Древнем Египте был совершенно уникальный взгляд. И его истоки приводят нас к очень неожиданным открытиям. Например, новые данные, полученные в результате самых последних достижений в малоизвестной области науки, во многом совпадают со свидетельствами, пришедшими из глубины веков, из египетских текстов и от древних мистиков. И, возможно, мы обнаружим, что многие из их идей вполне обоснованы. Как ни удивительно, но новые наработки физики сложной плазмы очень хорошо согласуются с древними представлениями о человеке и его двойнике, известными из Древнего Египта. Наука в настоящее время достаточно продвинулась вперед, чтобы впервые дать возможность строго описать и объяснить неуловимый мир двойника. Эти научные достижения позволяют понять некоторые аспекты феномена НВФ, поскольку сложная плазма может проходить сквозь стены и появляться невредимой с другой стороны. Египетский мир двойника кажется материальным, но это другой вид материи. Истоки концепции мира двойника восходят к Древнему Царству. Она появляется сразу и в таком развитом виде, что некоторые исследователи были вынуждены предполагать ее долгое, но скрытое существование в древности, а некоторые — как наследие до сих пор не идентифицированной цивилизации. В Древнем Царстве надежды на вечную жизнь так или иначе были связаны с изображениями, система которых как бы моделирует эту жизнь. Вкратце, идея двойника в том, что это точная копия человека, и он вполне материален, но и субстанции менее плотной, чем человек. Двойник, или Ка, как его называли египтяне, рождается вместе с человеком, и воплощением его являются статуи и изображения. Это также та сила, наличие которой, как они верили, отличает живое от неживого. Существовала практика одевания и кормления статуи богов, и предполагалось, что в статуе был сам бог. Однако это упрощенное понимание древних представлений, которые на самом деле были гораздо сложнее и неожиданнее. Египтяне прекрасно понимали, что образы из статуи мертвы, хотя в то же время они связывались с изображениями некую жизнь. Существует неоспоримая связь изображений с каким-то иным существованием, хотя она и не так очевидна, как кажется на первый взгляд. Тут же возникает проблема появления ложной двери, элемента которой можно найти во многих древних мегалитических памятниках. В Древнем Египте она является более или менее точной имитацией двери и обычно размещается на западной стене часовни. Считалось, что умерший владелец гробницы проходил через ложную дверь, но она, естественно, никуда не ведет. Существовала теория, что дверь символизировала вход в мир мертвых. Мир также известный под названием Запад в Египте. Но есть проблема. На самом деле очень много ложных дверей создавалась не только на западной, а и на других стенах. Иногда такие двери делались на всех четырех стенах сразу. Теория, что, возможно, они были сделаны, чтобы каким-то образом соединить часовню и погребальную камеру, также не подтвердилась. Потому что ложные двери были и в самой погребальной камере, откуда им вообще некуда везти. Таким образом, очевидный вывод состоит в том, что они служили не входами, а выходами. Но выходами для чего? В конце Древнего Царства в некоторых надгробных надписях появились примеры использования владельцам слова «дверь» по отношению к своему изображению. Сам образ человека таким образом воспринимается как дверь, из которой выходит какое-то его проявление. В других текстах Древнего Царства утверждалось, что художники, создавая изображения, тем самым создают загробную жизнь владельца гробницы. И, как кажется, этот мир двойника тесно связан с миром образов. Тогда становится ясна суть ложной двери. Будучи в конечном счете изображением, считалось, что оно имеет свойство порождать некое проявление изображаемой реальной двери. Естественно, что через такую дверь может выйти только проявление хозяина, которое поминают во время службы жреца. Следовательно, изображения призваны были облегчить посетителю накормить двойника умершего, отправляя эту неуловимую ментальную энергию непосредственно хозяину гробницы. Хотя принцип механизма действия этих процессов и то, как именно из них выходит двойник, остается неясным. Свет – еще одна жизненно важная характеристика двойника, но к этому аспекту мы вернемся позже. По мнению египтян, двойник не создается человеком, а возникает в момент его рождения и, следовательно, сосуществует с ним на протяжении всей его жизни. Двойник оказывается постоянным, естественным спутником человека, а значение двойника для дальнейшей жизни превратило его в объект постоянного внимания и неустанной заботы. Ну и, наконец, однокоренным со словом двойник является слово «нечер» или «бог», которое употребляется с династических времен. К слову о богах, их двойников тоже нужно было обеспечить едой, и в этом плане оказалось, что они сильно зависят от своих кормильцев людей. При этом жертвенные продукты нужны не сами по себе, а лишь для генерации двойников пищи для К-владельца гробницы. Похоже, что у каждого человека, у каждого живого существа, у каждого биологического объекта есть свой двойник. В этом случае, наряду с миром, в котором живут люди, сосуществует иной мир, являющийся его точной и полной копией. Французский египтолог Гастон Масперо был убежденным сторонником этой теории. Этот иной мир считался ими не только источником жизни, но и территорией внеземных сил, которые мы иногда называем богами. Египтяне называли его миром двойника. Уже в наши дни стало совершенно очевидно, что мировоззрение египтян весьма своеобразно и не укладывается ни в какие существующие рамки. Однако интересную параллель с их идеями можно найти во взглядах спиритуалистов. По словам английского спиритуалиста Оливера Лоджа, дух его сына Раймонда объяснял сущность своего мира таким образом. «Все, что нужно человеку, все, что человек в каком-то смысле делает своим, имеет эфирный дубликат. Вы можете создать эфирное тело любой вещи, пианино, часов, стола, желая и стремясь иметь ее при себе. Вы наделяете его эфирной жизнью, вы создаете модель, ментальную модель, которая придает ему эфирную форму. Ваша мысль о предмете создает некую форму, в которую отливается эфир». Разница здесь только в терминах. Достаточно заменить эфирное тело на двойника, и мы получим очень точное представление о египетском мире двойника. Таким образом, древнеегипетский мир двойника уникален в сравнении с тем, что мы знаем из других культур. Во-первых, это не какой-то загробный мир, а каждый раз заново создаваемый фрагмент реальности. Во-вторых, это не общее жилище для многих, а закрытая территория для посторонних, предназначенная только для его хозяина, его родственников и слух. И последнее, но не менее важное, это не загробная жизнь, потому что она создается и начинает существовать еще при жизни человека, и в ней живет его двойник. Иногда наивно понимают, что это так называемое создание параллельного мира. Вот есть мир живых, в котором охотятся, сделывают землю, а есть параллельный мир для двойника, в котором происходит то же самое. Но в действительности никакого параллельного мира нет. Эти два мира оказываются земной и божественны абсолютно сомкнутыми. Этот мир можно определить как сосуществующий с реальным миром. И именно этот контакт миров через изображение отражает слово «дверь». В отличие от европейских литературных собратьев, египетский двойник был отнюдь не экстраординарным, а универсальным явлением. И уже в Древнем Царстве они исходили из того, что двойник сосуществует как одно из природных свойств мира, как проявление его физики. В таком случае могло ли быть так, что такие необычные идеи основаны на вполне реальных эффектах, несмотря на то, что они такие древние? И это заставляет задаться вопросом, что можно было бы использовать из уже известной физики для описания этой менее плотной материи, которая либо сосуществует, либо является частью нашего мира и которая может соответствовать таким представлениям. Может ли оказаться, что лучшим кандидатом является Вселенная плазмы? Вопреки тому, что мы воспринимаем, живя в материальном мире, частицы лишь изредка собираются вместе, чтобы сформировать целые атомы. Не атомы, а плазма является основной составляющей Вселенной, её более 99%. Важным моментом является то, что с этой точки зрения материя из атомов исключительно и редка. И если допустить, что жизнь в своём базовом состоянии может быть неорганической и не состоять из атомарной материи, мы можем обнаружить, что на каком-то уровне она состоит именно из плазмы. Это привело таких исследователей, как профессор Роберт Эмпл, к предположению, что мы и все живые существа во Вселенной, будь то органические или неорганические, произошли из этой плазмы. И что органическое состояние является вторичным по отношению к нашей фундаментальной природе как плазменных существ. На самом деле, система Земля-Луна погружена в два таких гигантских облака спутника, состоящих из плазмы. Эти большие заряженные пылевые облака в космосе известны как пылевая комплексная плазма. В нашей Солнечной системе они называются облаками Корделевского и являются потенциальными примерами неорганической жизни, которая существовала миллиарды лет. Возможно, они сыграли роль формирования этой планеты на протяжении всей ее долгой космической истории. Возможно, даже, они помогли создать органическую жизнь. Частицы внутренних и пыль взаимодействуют с большой интенсивностью и многообразностью, развивая очень сложные паттерны, которые при определенных обстоятельствах в некотором смысле оживают и могут развивать разум. Так, например, многое из того, что древние египтяне называли духовным двойником, на самом деле может быть плазмой, и этот мир двойника существует повсюду вокруг нас и в нас самих. Теоретически, многое из мистического опыта, о котором сообщалось на протяжении всей истории человечества, на самом деле могло быть встречами с плазменными явлениями или с формами жизни в виде плазменных сущностей. Плазма интенсивно исследовалась правительствами и военными еще в 50-х годах. Для нас будут важны следующие ключевые открытия. Хироюки Икези правильно предсказал, что плазма может существовать в виде кристаллов. Это одно из ключевых открытий, потому что кристаллы могут играть жизненно важную роль в хранении информации в виде необходимого для развития разума и коммуникации. Гэри Селвин и его команда опубликовали открытие о том, что плазма на самом деле способна производить пыль в кавычках «из ничего» и что пыль внутри термоядерных реакторов создается самой плазмой. Отдельные молекулы пыли естественным образом росли от нанометровых до микрометровых размеров плазмы. Это изменило всю науку об исследовании плазмы. Ученый Вадим Цитович в течение многих лет сообщал о передовых результатах исследований сложной пылевой плазмы, показывая, что нечто очень похожее на жизнь может быть создано в заряженных пылевых облаках. В одной из статей он однозначно утверждает, цитата, «Можно сделать вывод, что сложные самоорганизующиеся плазменные структуры обладают всеми необходимыми свойствами, чтобы квалифицировать их как кандидатов на роль неорганической живой материи, которая может существовать в космосе с оговоркой, что определенные условия позволяют им развиваться естественным путем». Сложность требует внутренней архитектуры и того, чтобы пылевые структуры были отделены друг от друга пустотами. Цитович и другие авторы опубликовали крупную статью по этой теме, в которой они указали, что для того, чтобы быть стабильным, пылевое облако должно самоорганизовываться и заполнить себя войдами и внутренней структурой. Если пылевое облако остается плотным, оно разрушается. Они также отметили, что такие стабильные облака могут быть размером всего в одну тысячную от размера Земли и при этом оставаться цельными. Кроме того, как отмечают исследователи, они остаются невидимыми. Они также отмечают, что существуют гигантские сферические и космические облака, которые намного больше наших облаков Корделевского, и что гигантские облака формируются в межзвездном пространстве, соединяя звезды в гораздо более тонкой среде. В другой статье исследователи подчеркнули, что кристаллы плазмы внутри сложной полевой плазмы могут спонтанно образовывать спиральные структуры, напоминающие ДНК. Они обнаружили, что сложная плазма может естественным образом самоорганизовываться в стабильные взаимодействующие спиральные структуры, обладающие свойствами, обычно приписываемыми органическому живому веществу. ДНК человека выполняет функции хранения и передачи информации, поэтому здесь возникает важный вопрос. Могут ли спиральные структуры в плазме выполнять ту же функцию? И могут ли они быть с именами альтернативной формы жизни? Авторы задаются вопросом. Цитата. Можно ли достичь более высоких скоростей эволюции неорганических структур, в частности, в космосе, состоящем в основном из плазмы и пылинок, разбросанных почти по всей Вселенной? Если да, тогда вопрос. Присутствуют ли вышеперечисленные необходимые требования самоорганизации в некое живое существо в плазме, содержащей пыль? В документе утверждается, что спиральные структуры плазмы могут воспроизводиться внутри пылевых облаков подобно тому, как наши спиральные молекулы ДНК. Спиральные структуры в плазме обладают уникальным свойством меток памяти или раздвоений. Эти раздвоения в кристаллах плазмы могут затем хранить информацию с помощью необычных меток памяти, что невозможно в обычных кристаллах. Важно, что спиральные кристаллы всегда окружены самосоздающимися пылевыми конвективными ячейками. Таким образом, после того, как они сформированы, появляются особенности очень сходной с ДНК. В частности, появляется передача информации от одной спиральной структуры к другой через такие ячейки, окружающие любое разветвление спиральной структуры. В результате, возможно, формируются неорганические живые существа, которые конкурируют за пищу в виде источников поступающей плазмы, которую они поедают. В случае с облаками Корделевского большая часть их пищи состоит из солнечного ветра, исходящего от нашей звезды. Важным моментом является то, что если это происходит с гораздо большей скоростью эволюции, чем в случае с органической жизнью, то в своем развитии она опережала бы органическую эволюцию на миллиарды лет, а значит, и явно доминировала. И, откровенно говоря, нет никаких причин, почему такие облака не могут быть размером с целую галактику. А Роберт Эмпл предлагает следующую мысль. Попробуйте представить разум плазменного облака размером с галактику. Люди всегда говорят разумной жизни в космосе и задаются вопросом, где они находятся. Но они могут прятаться у всех на виду. С этой точки зрения мы, как органические люди, можем оказаться довольно примитивными и отсталыми в фантастически древней традиции неорганических форм жизни. В конце концов, кому нужны маленькие зеленые человечки, когда у вас на пороге гигантские разумные облака, которые могут быть в миллиарды раз умнее любого зеленого человечка, на миллиарды лет старше любой возможной органической формы жизни и могут быть сущностями, которые в действительности являются истинными владыками Вселенной. Пылью, созданной самой плазмой, заменяющей атомы в качестве строительных блоков, могут формироваться живые тела. Мы можем представить заряженную пыль в качестве условных молекул пыли, и из них могут возникать заряженные плазменные сущности в процессе, называемом самоорганизацией. Это означает, что никакому внешнему источнику не нужно их создавать, поскольку они могут создавать сами себя. Благодаря этому могут существовать плазменные люди, невидимые для оптических нервов физических людей, состоящих не из плазмы, а из плоти и крови. Поскольку мы не способны непосредственно воспринимать плазменных людей, мы не знаем, что они тут. Более того, они могут состоять из такой рассеянной материи, что могут пройти сквозь нашу плотную физическую материю и выйти неповрежденными. Интересно, что еще в Советском Союзе Давид Франк-Каменецкий предложил, что плазма может существовать не только в космосе, но и внутри живых организмов. Или, как считали древние египтяне, как наш плазменный двойник. Вначале мы упоминали, что категория свет была важным аспектом двойника человека. Древние египтяне верили в сияющую или звездную природу души. Среди многих мистических текстов существует почти полная единодушия в том, что и у людей, и у высших существ есть души, которые представляют собой сияющие и светящиеся сферы, или разумные плазмоиды, как мы бы назвали их сегодня. Те, кто знаком с христианской традицией, помнят ключевые события Нового Завета, такие как преображение, когда Иисус явился сияющим во славе, и Пятидесятница, когда над головами апостолов появились парящие языки света. Они также наводят на мысли о плазме и плазмах. Ну и, наконец, эта книга «Мертвый», которая нам под этим названием хорошо известна, но название от никакого отношения к Египту не имеет. Это название придумали новые европейские ученые. На самом деле, название этих текстов у самих египтян было «Перет Махару» «Выход в день». В Древнем Египте считали, что бог Птах создал мир своей речью, состоящий из света. Похоже, что древние люди пытались передать концепцию выходящего структурированного дыхания, которое входит в окружающую среду, но сохраняет свою форму и таким образом составляет материю. Поскольку теперь мы знаем, что Вселенная представляет собой кипящий океан плазмы, и поскольку уже открыто, что плазма создает пыль, а пыль — это материя, правомерно считать, что материальная Вселенная была извлечена и создана универсальной плазмой. Другими словами, один процент — это творение девяносто девяти процентов, и с этой точки зрения древнеегипетские представления сотворения материи вполне оправданы. В конечном счете, мы все дети плазмы. Египтяне сказали бы, что мы потомки Птаха, христиане считают, что мы дети Бога, а индус мог бы сказать всем и творение великого Вселенского Духа Брахмы. Другие ранние легенды о сотворении мира, когда вначале был недифференцированный хаос, или, как говорили древние египтяне, о богине Нут, которая была великим космическим морем, а также в Торе и Ветхом Завете, в которых говорится о водах, все они фактически говорят одно и то же. С этой точки зрения вся физическая материя действительно возникла из огромного Вселенского моря плазмы. Исследователи обнаружили, что заряженные частицы могут путешествовать на огромное расстояние в пространстве по своего рода скрученным волокном, состоящим не из плотной материи. Такое волокно полностью состоит из самих заряженных частиц и магнитных полей, создаваемых этими потоками тока. Ученые называют эти волокна нитями. Иногда они состоят из пучков нитей, а иногда всего из двух, которые буквально представляют собой двойную спираль. Нити являются основой Вселенной и всех сущностей. Они несут ток, и они же могут нести информацию в виде сигналов. Они могут транспортировать энергию. В целом, они повсюду во Вселенной. Они составляют большую часть Вселенной. Некоторые ученые называют их токами Биргеланда. Они содержат двойные спирали, несущие ток, закрученные вперед, и окружены защитными оболочками. Подобные паттерны и структуры встречаются в разных масштабах. Поэтому токи Биргеланда также могут быть микроскопическими. Наши тела полны ими. Мы живы благодаря природе таких бесконечно малых токов. И существует отчетливое сходство между структурой молекулы ДНК и током Биргеланда. Клеточные биологи настаивают на том, что заряженные токи текут по молекулам ДНК внутри наших тел и что они обладают сверхпроводимостью так же, как и в космических нитях. То, что таким образом гигантские, протекающие через пространство токи Биргеланда формируют звезды и после продолжают накачивать их электронами, первоначально предположил Ханнес Альфвен. Согласно этой теории, наше Солнце питается потоками электрических токов из нитевидной сети гигантских потоков энергии, связывающих все звезды в галактике. С этой точки зрения токи Биргеланда поставляют огромное количество электроэнергии и они движутся по Вселенной в виде нитей. Нити, если смотреть мощные телескопы, заполняют видимую Вселенную и настолько очевидны, что они привели к широко распространенному среди астрономов представлению о Вселенной как о космической паутине. Нити встречаются и соединяются в точках пересечения, которые ученые называют узлами. В межзвездном пространстве это звезды, в межгалактическом пространстве это галактики. Но в любом масштабе структура нитевидной сети повторяется. Мы можем быть уверены, что все сложные пылевые тела, такие как облака Корделевского, заполнены такой же сетью волокон, так же, как и наши тела. Но чтобы лучше понять нашего плазменного двойника, стоит обратиться к экспериментам Уинстона Бостика с плазмоидами. Когда в его лаборатории сталкивали плазмоиды друг с другом, они превращались в необычные спиралевидные формы. Ему показалось, что они ведут себя как живые сущности. Другими словами, писал он, мы, по-видимому, имеем дело с телами, обладающими сильными способностями к сохранению и самоорганизации. В ходе экспериментов он предположил, что поскольку плазмоиды отскакивают друг от друга, возможно, они будут отскакивать и от сплошной медной пластины. То, что произошло дальше, оказалось весьма неожиданным. Плазмоид прошел через медную пластину так, как будто ее там не было. Явление теперь широко известное в отношении плазмы и которое также похоже на поведение феномена НВФ и духовных существ, о которых сообщается в разных религиях. Честно говоря, когда я начал смотреть на статистику, пытаясь разобраться, начал создавать эти базы данных, подключать искусственный интеллект поверх этого, я, знаете ли, искал инопланетян. Теперь у нас есть гораздо больше данных, которые противоречат этому. Эти штуки проникают через стену спальни в виде света, и свет превращается во что-то еще, и в нем есть информация, или он превращается во что-то физическое. Ну, знаете, это уже совсем такое, это уже слишком. Я имею в виду, что это не просто транспортные средства, которые прибывают откуда-то там. А также были случаи, когда очевидцы преследовались объектами с лучами. И я очень заинтересовался этими лучами, потому что эти лучи были выдвижными. Ну, вообще-то, трудно создать выдвижной. Если вы включите свет или лазер, например, то он будет продолжать движение. Он во мне пролетит 10 футов и просто остановится посреди воздуха. А эти лучи останавливались. А это означает, что это не просто свет. Это что-то другое. А также они могли пригвоздить вас, например, к гамаку. К примеру, некоторые очевидцы, которые спали в гамаке, просыпались, видят этот свет, и свет сходит вниз и пригвождает их к кровати или к гамаку. Плазмоиды также могут существовать в человеческом теле, как было обнаружено позже благодаря двухслойным оболочкам и спиралевидным нитям внутри плазмы. Таким образом, очень горячая и очень холодная плазма могут прекрасно сосуществовать бок о бок, защищенные окружающими их оболочками, которые абсолютно изолируют эти области от прямого контакта друг с другом. Плазмоид — это тип плазмы, который до открытия Бостика считался просто бесформенным сгустком. Но на самом деле он бывает сферическим или имеет форму бублика. И он также обладает странными свойствами. В своей статье Бостик предположил, что ионизированный материал, исходящий от Солнца, достигает Земли в виде плазмоидов. На удивление, не всегда в виде сферы или форме бублика. Он обнаружил, что плазмоиды, созданные в вакууме, на самом деле представляют собой удлиненные цилиндры. Важный момент в том, что, возможно, такие гигантские солнечные плазмоиды, учитывая сложное поведение, которое заставило Бостика думать о них как о живых сущностях, и в соответствии с открытием облаков Корделевского, могут быть настолько сложными в своей структуре, что они вполне могут быть разумными или существами с сознанием. Или, по сути, могут быть управляющей программой, подобно и компьютерной программе, которая несет информацию и в этом смысле является коммуникация интеллекта. Такие плазмоиды, в принципе, также могут содержать информацию, которую чувствительные люди могут косвенно воспринимать как вдохновение. Бостик указывал, что плазмоиды также содержат сигналы, которые, как он полагал, связаны с магнитными полями, захваченными плазмоидом. Он говорит, что структура этих сигналов слишком сложна для анализа. Если это относится к крошечным плазмоидам в лаборатории, то насколько сложными мы можем ожидать сигналы в гигантском солнечном плазмоиде, ударяющемся о магнитосферу Земли и взаимодействующем с ней? В своих дальнейших экспериментах Бостик заметил, что два плазмоида, цитата, «безошибочно» ищут друг друга. К его удивлению, после того, как объединение двух плазмоидов было завершено, они образовывали форму, сильно напоминающую спиральные галактики с перемычкой в космосе. Он также писал, что иногда два плазмоида, сталкиваясь лоб в лоб, распадаются на фрагменты, но даже эти фрагменты, кажется, ведут себя как сущности. Когда четыре плазмоида сталкивались друг с другом, он получал образование поразительно похожее на фотографию спиральной галактики. Он также предположил, что плазмоиды могут состоять из самоорганизующегося составного вещества, состоящего из электромагнитного поля и его собственных гравитационных сил, что, работая вместе, создают тела, которые мы знаем как частицы. Но так происходит не всегда, и иногда, цитата, «плазмоиды старательно избегают друг друга». В этом случае вместо спаривания два плазмоида иногда убегают друг от друга. Таким образом, как и в случае с людьми, не все испытывают влечение ко всем подряд, и существует такая вещь, как неприятие у плазмоидов. Он заметил, что в некотором смысле плазмоиды ищут друг друга, и, встречаясь, они могут замедляться, чтобы создать коллективное явление, или же могут отклоняться, чтобы избежать друг друга. Эксперименты также показали, что плазмоиды могут превращаться в стоячие волны, ведущие себя подобно квантовым явлениям, известным как солитоны. Важным моментом здесь является то, что у нас есть еще один пример странных явлений, наблюдаемых не только в квантовом мире, но происходящих и в человеческом, макромире. Солитоны также могут существовать внутри человеческого тела, и эта тема обширно обсуждается в многочисленных публикациях «Физика» Украинской академии наук Александра Давыдова. Уроки, которые можно извлечь из работ Бостика, заключаются в том, что уже в середине 50-х годов было совершенно очевидно, что в лаборатории из плазмы создавались целостные, автономные, плазменные тела с упорядоченной организацией и стабильной целостностью. И все же, никто не мог вообразить, что эти плазмоиды могут быть даже более сложными, чем наши физические тела. В целом, идеи очень похожи на древнеегипетский о человеке и его двойнике можно найти в концепции биоплазменных тел, которая предполагает, что мы одновременно состоим из физических тел и биоплазменных тел, которые действуют синхронно. Дальнейшее предположение состоит в том, что когда мы умираем из-за того, что наше физическое тело изнашивается, наше биоплазменное тело может отделиться от нашего физического тела и оставить его умирать. Можно сказать, что мы продолжаем существовать как биоплазматические существа, состоящие из неатомарной материи, из плазмы. Таким образом, с этой точки зрения душа материальна, но в ином и более утонченном смысле, чем физическое тело. Это приводит к концепции биоплазменных существ, существующих без физических тел, и мы предполагаем, что это именно то, что египтяне называли миром двойника. Нельзя забывать, что плазма тесно связана с электромагнетизмом и что само тело электромагнитно. Актуальность электричества и магнетизма была представлена в 1963 году, когда впервые научно обнаруженное природное биомагнитное поле в человеческом теле доказало его существование для сердца. В то время ученым и медицинским специалистам было очень трудно принять это открытие, потому что оно противоречило теории тела как машина, согласно которой все должно быть химическим и механическим. А это магнитное поле вокруг головы человека. Существует и особое магнитное поле в мозге, которое очень локализовано в крошечной области левого полушария мозга. Это поле пробуждаемое, оно создается при попадании электрического тока в палец человека. Эти биомагнитные поля имеют исключительное значение для нашего биоплазменного двойника, поскольку они постоянно взаимодействуют с нашими физическими телами через электричество и магнетизм. Увы, многие исследования по этому вопросу до сих пор засекречены и проводились в Управлении военно-морских исследований Фриманом Коупом, их специальным исследователем всего странного. Управление военно-морских исследований существует не только для того, чтобы выяснять, как предотвращать затопление кораблей. У него огромная сфера компетенции, которая охватывает практически любую научную тему, которую вы можете себе представить, многие из которых действительно более чем необычные. Военно-морское агентство должно быть выбрало Коупа потому, что он накануне обнаружил странные формы энергии внутри тела, предположив, что сверхпроводимость наблюдается вдоль двойных спиралей молекул ДНК и при этом используются органические Джозефсоновские эффекты. Эти эффекты возникают при странном явлении квантового туннелирования для потока энергии. В процессе работы Коуп пришел к выводу, что каждый из нас окружен особым невидимым облаком. Он описывает его как газ электромагнитных диполей. Он считал, что это облако в редких случаях может быть обнаружено чувствительными людьми, которые склонны называть его аурой. Коуп подчеркивает, что хотел отмести все мистические теории и подойти к вопросу чисто научно. Он придумал замечательную фразу «магнитные ауры» для описания дымки вокруг магнитов, видимых некоторым людям. Коуп также предполагает, что в планетарном масштабе эти явления могут создавать стабильную энергетическую сеть, обширную систему резонансных стоячих волн земной энергии. Он добавил в качестве сноски, что это может объяснить биолокацию, так как если у всех есть эти частицы внутри нас, то это делает некоторых людей сверхчувствительными к невидимым энергетическим полям. Он говорит, что эти облака окружают каждого из нас и не только нас, но и все жидкие и твердые объекты и вызывают эффекты, которые мы еще даже не начали исследовать или объяснять. Может ли это открытие быть напрямую связано с существованием двойников каждого объекта в мире двойника, который был описан еще в Древнем Египте? Альберт Сен-Дьорди был первым, кто заложил воистину научные основы взглядов на людей, как состоящих из электричества, а также всех растений и животных, если уж на то пошло. Именно он продолжал говорить о плазме, существующей в каждой молекуле тела, утверждая, что каждая молекула содержит что-то, что можно рассматривать как электронный газ, пронизывающий всю молекулу. Детали того, что Сен-Дьорди говорит в своих книгах, напрямую связаны с природой, структурой и работой разумных плазменных сущностей. В своей книге «Биоэнергетика» он осознал важность водяной массы, содержащей внутри себя защищенные или окруженные стенками клетки, которые сами полностью состоят из воды. Эти пограничные слои в воде аналогичны пограничным слоям, известным как оболочки внутри плазмы. Все плазмоиды окружены оболочками. Так они сохраняют свою идентичность. Эта вода и плазма, которые, как показал Сен-Дьорди, присутствуют во всех человеческих телах, спонтанно создают структуры и имеют фундаментальное значение. Такие исследователи, как Капица, Бостик и Цитович, показали, что часть плазмоидов содержит горячую плазму, часть — холодную плазму, часть — пылевую плазму, часть — незапыленные войды, часть содержит специфические примеси, препятствующие или усиливающие потоки заряженных токов именно так, как электронные полупроводники и транзисторы. Между ними происходит явление, называемое туннелированием, а также существуют сверхпроводящие и сверхтекучие участки. Как ранее обнаружил Фриман Коуп, подобная динамика электрических токов существует и в наших телах, на границе, между плазмой внутри нас и нашими физическими телами, а также между нашей плазмой и универсальными электромагнитными полями и, возможно, микроволнами. Другими словами, был открыт основанный на плазме механизм воздействия внешних полей на наши физические тела. Другой блестящий ученый Виктор Инюшин значительно расширил границы познания в своих работах о биоплазме. Очень немногим западным ученым когда-либо разрешалось встречаться с Инюшиным, поскольку в бывшем Советском Союзе он считался блестящим и самым важным экспертом в области психоэнергетики с ее многочисленными военными приложениями, такими как дальновидение. Он предвидел плазматическое состояние в живых организмах, которое, в отличие от неорганической плазмы, должно быть холодной плазмой, обладающей высокой степенью организации. И что еще более необычно, он считал, что эта холодная плазма главным образом должна находиться в мозге. Итак, проясним. Биоплазмой называется та плазма, которая, по его убеждению, соединялась с физическим телом и помогала ему функционировать или даже координировала и направляла его рост и развитие. Инюшин, и другие, несомненно, сами того не осознавая, продублировали рассуждения древних египтян, считая, что плазма существует в космосе, а биоплазма существует внутри наших тел, буквально как наш двойник. В одной из статей в открытом доступе по данному исследованию авторы утверждают следующее, цитата, «Живой организм можно описать как биологическое поле или биополе. Мы получили доказательство того, что пятое состояние материи, биоплазма, существует как часть биополя каждого организма. Биоплазма состоит из ионов, свободных электронов и свободных протонов. Она обладает высокой проводимостью и обеспечивает возможности для накопления и передачи энергии внутри организма, а также между различными организмами. Биоплазма сконцентрирована в головном и спинном мозге. Иногда она может распространяться на значительное расстояние от организма, повышая вероятность телепатических и психокинетических явлений. Именно эти явления и интересовали военные спецслужбы Советского Союза в связи с тем, что они называли психотроникой и дальновидением и были причиной того, что они держали Инюшина в тени. Помните, мы обсуждали кормление двойника в древнеегипетской традиции и его связь с изображениями и что важна не сама еда, а ее образ. Что если эти образы объектов на самом деле являются своего рода голограммами? которые мы можем создавать в нашем мозге. Согласно исследованиям биоплазмы Инюшина и Седлака, частицы плазмы, составляющие биоплазму в организме, создают высокоструктурированные волны, действующие как энергетическая сеть. Энергии, хранящиеся в сети, образует внутреннее биологическое поле. Как ни странно, это биологическое поле имеет сложную широкополосную волновую структуру большой стабильности, которая, как они считали, хранит голограммы. Они основывались на идеях профессора Карла Прибрама, который считал, что в человеческом мозге существуют голографические процессы, которые, в частности, используются для хранения и активации воспоминаний. Не является ли это прямой аналогией с питанием двойника человека, если предположить, что образы из памяти на самом деле являются своего рода голограммами? Прибрам был сторонником теории мозга-голограмма и изучал основу нейронных голографических процессов в нашем мозге. Важным моментом также является то, что аналогично облака Корделевского могут обладать огромным интеллектом и, вероятно, будут иметь фантастически продвинутые голографические возможности, которые будут использоваться не только для хранения их огромных объемов информации, но и для создания изображений в любой форме, будь то волновые формы, чистые данные или оптические изображения, которые можно увидеть глазами. Технически все это не представляет никакой проблемы. Облака плазмы легко могли бы извлекать знакомые нам трехмерные изображения и передавать их в наш мозг, если бы захотели. Может ли это быть источником проявления феномена НВФ? Источником, намеренно воздействующим на нашу голографическую библиотеку воображения? Все эти ранние работы, касающиеся электрических и магнитных воздействий на человеческое тело, оказали большое влияние на другого молодого ученого по имени Александр Прессман. Прессман считал, что каждое человеческое тело в вертикальном положении по сути представляет собой эллипсоид, своего рода вытянутую сферу, в основном состоящую из электропроводящей воды и действующую как органическая антенна, принимающая волны и токи извне и передающие их внутрь тела. Применение этой теории к биологии показало, что помимо энергетических взаимодействий значительную роль в биологических процессах играют информационные взаимодействия. Такие взаимодействия влекут за собой преобразование информации, ее передачу, кодирование и хранение. Биологические эффекты, обусловленные этими взаимодействиями, зависят от количества введенной в него информации. Несущий информацию сигнал лишь вызывает перераспределение энергии самой системы и регулирует происходящие в ней процессы. Эти идеи были дали развитые Дэвидом Бомом в его концепции активной информации, в которой он сосредоточился на информации, а не на энергии. Он видел всю Вселенную как голограмму. В том смысле, что этот движущий, упорядочивающий процесс одинаково присутствует везде во Вселенной. Он лежит в основе нашего разума, разума, который мы видим у животных и растений и разума, который мы видим в движениях плазмы. Если физическая материя очень редка во Вселенной и не является преобладающим компонентом того, что существует, очевидный вывод состоит в том, что если она полна формами жизни, в том числе разумными, то большинство из них не будет состоять из физической материи. Вместо этого они будут созданы из плазмы, включая нас с вами. Общим с облаками плазмы является необходимость в постоянных поставках питания. Для плазменных сущностей это означает надежный поток частиц. Плазменные облака поглощают частицы, как киты поедают планктон. Плазмы конкурируют за пищу, так что выживание и приспособление может быть основным и движущим фактором их эволюции. Подобно разумным существам плазмы могут сотрудничать, а также конкурировать, так что долгосрочное планирование может включать не только общение, но и сотрудничество в процессе достижения сложности, необходимое для разума. Но каково место человека в этой конкуренции? Судя по Египту, как только в гробнице появились изображения богов, положение человека в мире двойника коренным образом изменилось. Раньше, по очень древней традиции, двойник жил в мире, где над ним не стояла никакая власть, а теперь рядом с ним обитало божество. Рядом с богом человек теперь мог изображаться только в одном виде во время моления и в сценах богослужения, которое впоследствии становится единственным элементом визуального оформления гробниц. Исчезает независимость мира двойника и ее совершенно особенная роль. Вместо этого появляется концепция загробного суда. Абсолютная независимость владельца мира двойника была утрачена навсегда. Маленький и уютный мир теперь заменила огромная загробная вселенная, населенная богами, которых нужно молить о пощаде. В этой вселенной двойник человека стал мал и незначителен. Теперь он мог найти вне свое место только благодаря специальным путеводителем, таким как книга мертвых и многочисленные более поздние книги. Магия, ненужная в мире двойника, становится обязательной и без нее человеку не справиться. Раньше мир двойника был плавным продолжением земной жизни. Смерть не была трагедией, к ней относились спокойно и с достоинством. Новая загробная жизнь была теперь совсем иной. Она была неуютной, таинственной, опасной. Так что переход к ней был самым серьезным рубежом, а смерть означала крушение всего привычного вокруг человека. Теперь это был враг, с которым нужно было сражаться. Мир двойника как таковой умирает в новом царстве. Появляется ужасно запутанная загробная жизнь позднего времени, столь разительно отличающаяся от того, что мы находим в древние времена. Поразительное сходство между древними и очень современными концепциями заключается в том, что похоже, что наши тела имеют многие характеристики плазмы, и что в дополнении к нашим физическим телам у нас также есть плазменные двойники, которые взаимодействуют с космической плазменной паутиной. Древние египтяне в конце концов могут быть правы, и у нас действительно может быть двойник из плазмы, который формирует и поддерживает наше физическое тело. Если это так, то мы сами в каком-то смысле плазмоиды, а наши тела из плотной материи, состоящие из таких редких атомов, подобной умной оболочке, которую мы сбрасываем, когда умираем. Кажется, что это некогда известное знание создало мир, который был не выдумкой, а чрезвычайно реалистичен в смысле копирования реальности в самом сердце египетского мировоззрения. Феномен, который мы больше нигде не встретим в древней истории. Интересно, что в письмах, которые из Месопотамии пишут в Египет, в этих письмах К переводится как Илу, личный Бог. То есть К и личный Бог Хроникль это одно и то же. Но мы понимаем, что личный Бог Хроникль это не что-то отличное от человека. Это и есть сам человек, которому должен уподобиться земной человек. Понимаете? То есть перспектива обратная. Не земное образ небесного, а небесный образ земного. Как, собственно говоря, мы уже сами выяснили и все было в Египте. Небо отражалось в земле.